Один из последних фактов, который меня лично... Ну, привыкать надо, мне пора привыкнуть. Не могу, не получается. Мужчина в возрасте, камни на почву, в почках камня. Бога не знает, не молится. А дочери его жалко, та стала молиться за отца. Значит, не он, а дочь. Кстати, церковь Акаиста, великомучку понтиемну, кажется, вот молится. Его готовят к операции разбивать камни, не резать, а вот это, знаете, как сбивать, да? В общем, с ним эту процедуру провели, ничего не получилось, не разбили. Намучили, не разбили. Отложили, переобследовали, разрезали. Разрезали, она писала в письме, я не смогу ее с вами сказать. В общем, такого увидели, что только зашили опять ее, оставили до следующего раза. Заново перерезать, там все сложнее, чем думали, чем видели приборы. Заново. Ну, жалко, ну, живой человек, вживую с ним такие эксперименты проводят. И вот это разрезали его в пятницу, был день недели. В другой день суббота, она молится, ну, после всего, с особым настроением, устроением душевной, шалостью. В понедельник вторая, повторная операция, опять раскрывают его. Те же врачи, никаких гарантий, не знают, что делать. На обум идут. Открыли в понедельник. А дальше слова. И все пережили шок. И врачи, и отец, и все. Почему? Не нашли никаких камней. Правда не знают, что делать? Просто не нашли. Ну, просто не нашли. Нет, Господь, пораздно действует. Бывает, хороших врачей дает. Легко операции дает перенести все. А это просто не нашли. Исчезли. Врачи, которые резали, которые видели. И другие были бы. Чего тем померещилось? Не знаю, предыдущим. Они видели сами. Она пишет, говорит, все пережили шок. Все. Кроме меня. Пишет она. Кроме меня. А я, говорит, не знал, что Господь сделал. Только знала, что не оставит. Она не удивилась.